Здравствуйте! В эфире информационная программа «Республика» о главных новостях Чувашии прямо сейчас в студии Ольга Алексеева. Мусорный полигон едва не превратился в танковый. Неприятная находка на свалке в Канаше. Почему эксперты разошлись во мнениях? Что же нашли на самом деле? Не так сладок мед, как страшен отек к венке. Пчелы озверели и бросаются на людей. Кто разозлил полосатых тружениц и почему лысым они не страшны? Не мудрено, что ты вянишь до времени. Что фермерам напророчил поэт Некрасов и что общего у пшеницы со сказкой Андерсона о стойком оловянном солдатике. Уборочная набирает обороты. Не опасно, но и неприятно. Две мины обнаружили при рекультивации городской мусорной свалки в городе Канаш. Съемочная группа программы «Республика» одной из первых оказалась на месте. Наталья Мальчикова подробнее. Сегодня в 9.43 утра на телефон оперативной службы города Канаш поступил тревожный звонок. Очевидцы сообщали о том, что на территории полигона города Канаша были обнаружены два подозрительных предмета. Предположительно, это являлись мины. Оперативно саперы выехали на место, отцепили всю территорию. И вот что нам очевидец рассказал по этому поводу. В ходе утреннего обхода мы нашли два подозрительных предмета, очень похожие на мину. Соответственно, вызвали полицию. Естественно, тут собрались и пожарные, и медработники, и полиция, и ФСБ. Сразу разбирательство. Сразу в Чебоксар вызвали кинологов саперами. Как они уже добрались туда, сразу в отцепление, на безопасное расстояние. На вашей практике вы сколько работаете здесь? Были такие подобные случаи? В Перу, я. Успугались? Как отреагировали? Не успел даже осознать, что там. Ну, не то чтобы чувство страха, а так подозрение просто. А по каким признакам вы определили, что это все-таки опасно? Форма, соответственно, в армии встречались. Округлой формы, диаметр где-то 35-40 сантиметров, толщиной 6 сантиметров. Видно было то, что это непростая вещь. Были задействованы службы сил и средств территориальной РСФПЧ для выяснения данного инцидента. После прибытия данных служб и определения, что данные предметы оказались учебными минами, была дана команда «Отбой». Они не опасны. Отметим, что этот полигон не функционирует с 2016 года. Сейчас здесь ведутся рекультивационные работы. То есть территорию 8 гектаров полностью выровняют и установят зеленое насаждение. Работы должны быть завершены к ноябрю 2021 года. Наталья Мальчикова, Николай Скворцов. Город Канаж. Республика. Новая крыша и уже протекает. Как такое возможно, не понаслышке, знают жители дома 80 по улице Гражданской в Чебоксарах. Их проблемы начались сразу по окончании капитального ремонта. Мягкая кровля стала впитывать влагу, как губка, и пошла пузырями. Ни подрядчик, ни управляющая компания не торопятся устранять недоделки. Татьяна Трофимова попыталась разобраться, куда на самом деле ушли деньги и как долго людям отправлять влажные письма. Вот они. Их же вот видно. Вот это рванье. Его же видно. Как будто стреляли во время войны. Вот она. Слышно, наверное, как щелкает? Не приклеилось. Пузыри. Сколько воды накопилось под кровлей, можно понять по этим кадрам. Покрытие идет волной. После дождя влаги становится еще больше. Между прочим, ремонт был всего год назад. Работу выполняла строительная компания «Энки». В течение пяти лет устранять недостатки по гарантии она и должна. Должна, но, похоже, не обязана. Ну, спустя месяц вот обнаружились данные недостатки. Вздутие, порезы, вода гуляет, журчит. У нас вообще проблема пятый этаж – это балкон. Балкон. И вот сейчас уже дожди пошли, и сразу балкон течет. Вот я сегодня только подрядчик отправила опять фотографию. Текущий балкон – не единственный бонус капремонта. Козырьки над вентиляционными трубами держатся на честном слове. При сильном ветре они раскачиваются, грохочут и готовы в любую секунду упасть на головы. Очень плохо закреплены вот козырьки наверху, вот эти металлические. Вот как ветер сильный, дождик сильный, ветер, ужасный грохот стоит. Вот уже, ну, целый год. Гарантийный срок не вышел. А у нас уже все гремит, уже все держится кое-как. Между тем программа капитального ремонта в Чувашии работает 7 лет. Схема проста. Жители ежемесячно пласят региональному оператору, деньги падают, что называется, в общий котел. Дома, требующие ремонта, попадают в специальный список. В них и проводят работы, согласно очереди. При всей понятности и прозрачности схемы, открытым остается вопрос. Почему после ремонта люди вынуждены жить в сырых квартирах, обшарпанных подъездах, без горячей воды и ходить под обваливающимися балконами? До конца года в Чувашии запланирован капитальный ремонт в 210 многоквартирных домах. Там проживают 30 тысяч человек. На это предусмотрено более миллиарда рублей из республиканского фонда капремонта. Только этих денег может не хватить. Цены на стройматериалы спутали все планы. Значительный рост цен по отношению к декабрю 2020 года, который составляет от полутора до двух с половиной раз, в том числе на древесные и металлоизделия, привел к отсутствию участников на торгах по капитальным ремонту, общее имущество на квартирных домах, а также отказу подрядных организаций от выполнения работ по уже заключенным договорам. Сейчас готовится постановление правительства страны, которое разрешит региональным операторам увеличивать стоимость уже заключенного договора на 25%. Эта мера должна помочь избежать проволочек и срыва графиков. При этом число неплательщиков в регионе ежегодно растет. Текущая задолженность 675 миллионов рублей. Взыскивать эти деньги будут в индивидуальном порядке. У меня предложение начать с анализа структуры этой задолженности, то есть вообще система сбора, потому что наверняка там есть как бы текущая задолженность, есть там временные какие-то трудности у людей возникают, где можно давать там реструктуризацию на 3-6 месяцев, как угодно, работать с людьми. А есть злостные. Вот со злостными, да, надо судиться и так далее, которые просто в наглую не платят. А я подозреваю, что не все-то они там злостные на 675 миллионов. А это у нас практически 60% годовой программы эта сумма уже составляет. Итоги реализации программы капитального ремонта 2021 подведут только к Новому году. В правительстве страны разрабатывают проект реформы всей отрасли. Татьяна Трофимова, Нелли Юрьевичус, Георгий Кривошейн, Андрей Шоклев, Республика. Погорельцам пятиэтажки по улице Советская в Новочебоксарске выплатят материальную помощь. Компенсацию жители должны получить в ближайшие три дня. Напомню, речь о крупном пожаре, который произошел вечером 14 июля. Выгорел чердак общежития, частично обрушил крыша. Репортеры программы Республика первыми об этом сообщили в эфире. В ходе тушения квартиры с пятого по первый этаж залило водой. Эти кадры сняли сами жители через сутки после ЧП. На месте пожарища работала комиссия, выводы которой позволили оценить ущерб. По карточкам 204 человека у нас с управляющей компанией. Заявления подали только 98. Нами организована группа WhatsApp среди жителей данного дома. Мы в соцсетях, а также в группе публикуем объявления, чтобы люди приходили, активнее писали заявления на материальную помощь. И на этой неделе в регионе началась акция по установке пожарных извещателей в квартирах многодетных и малоимущих семей. Небольшая белая коробочка с нехитрой электронной начинкой может спасти жизнь, что уже неоднократно доказано на практике в десятках городов России. Наш корреспондент Анна Центовска узнала, кому же светит в прямом смысле слова этот прибор и правда ли незаметный приборчик под потолком разбудит самого отчаянного любителя поспать. Двенадцать детей. Восемь из них несовершеннолетние. От мала до велика. Все дружные и счастливые. Однако, все еще озорники. И как тут за всеми уследишь? На помощь семье Закуновых пришли сотрудники пожарного общества и МЧС. Не только установили сигнализации, но и объяснили, как они работают. Первое, что вы должны, это поупасть на пол и крикнуть. Всех разбудить. Он нужен для того, чтобы вас только разбудить. Он никуда сигнал не передает. Небольшое, но очень громкое устройство теперь будет охранять их жизнь. Казалось бы, такая простая вещь, а сколько ужасных последствий может предотвратить. Услышав сигнал, нужно сразу звонить пожарным и покинуть помещение. Дети это вообще непредсказуемые такие существа, которые могут натворить когда угодно, что угодно. То есть это в спички могут взять. Особенно у нас есть один товарищ, который тут в любой момент что-то может. Потому что, конечно, эти датчики, они просто необходимы, потому что без них, ну, вот как воздух они нужны. Установка сигнализации абсолютно бесплатна. В рамках проекта повышения безопасности жизнедеятельности населения и территории города Чебоксары. И если в прошлом году было установлено 56 приборов, то в этом году 320. 152 600 рублей на все. Спасенные жизни бесценны. Естественно, охватить все семьи это нереально и, наверное, невозможно. Поэтому предпочтение у нас отдается отдельным категориям граждан. В первую очередь это многодетные семьи, малоимущие граждане, одинокие престарелые. Для того, чтобы именно вот эти семьи защитить в первую очередь. По статистике МЧС, за этот год в Чувашии зарегистрировано более 950 пожаров, в которых погибло 57 человек. Двое из них – дети. Если бы в каждой квартире был такой извещатель, количество трагических происшествий было бы значительно меньше. Приобрести сигнализацию, кстати, может любой желающий. Анна Центовская, Сергей Емельянов, Республика. В конец озверели. Врачи бьют тревогу. Все чаще пчелы стали нападать на людей, а после укусов все чаще начинается отек к венке. Смертельно опасная аллергическая реакция на яд насекомых. Так в Канаше мужчину ужалила пчела, когда он был за рулем. Тут же у водителя начала опухать носоглотка. Лишь невероятным усилием воли он смог остановить автомобиль и не попал в аварию. Врачам скорой помощи пришлось проводить реанимацию пострадавшего. Екатерина Шиверова поговорила с теми, кто условно о домашненных насекомых считает ласковыми и добрыми. И спросила, что так разозлило в этом году их питомцев. Марина Михайлова первый день как из больницы. На улицу не выходит боится. Неделю назад ее ужалила пчела. С кем не бывает. С Мариной такого никогда еще не было, поэтому с нами только через компьютер. Ее тело. Ноги опухли, руки опухли, лицо, глаза закрылись. Уши все-все-все. Ее все тело горело было очень так неприятно вспоминать даже. Вот сегодня меня выписали. Это получается с четверга по вторник. Пять дней. Диагноз поставили врачи скорой помощи. Отек к Винке. При том, что аллергии на укусы у Марины никогда не было. Ее муж держит пасеку уже три десятка лет. Врачи предупредили пациентку. Антигистаминные препараты у нее теперь всегда должны быть под рукой. Любые укусы насекомого, они всегда чреваты. Это все-таки яд, чужеродный яд, скажем, тот, которому организм не привык. Поэтому все-таки рекомендую обратиться к докторам. И в тот же день, когда у вас выучился укус насекомого, они через три, четыре, пять, семь дней. Это уже отсрочное осложнение, связанное уже с инфицированием раны. Пострадавшие признают, что пчелы нападают не просто так. И мы же их потревожили. Мы улей переставляли с места на место. Хоть это и заняло буквально минуту, но мы их потревожили. Помимо защиты территории, заставить пчел броситься в бой могут запахи, сладкие духи и под сигнал к атаке, как и громкие звуки и резкие движения. Если насекомое запуталось в волосах, не стоит пытаться его прихлопнуть. Люди автоматически ударяют другой ладони, другой руке на сидящую пчелу и как бы ее раздавливают. Вот когда происходит раздавливание тела пчелы, то вот этот желоносный аппарат разламывается, и оттуда вытекает яд пчелиный. А когда человек ударяет ладони, естественно, он от этого удара раздавливает не только тело пчелы, но и весь желоносный аппарат. В этом году пчелы нападают на людей чаще, чем в прошлые сезоны. Специалисты говорят, что это миф. Только вот объяснить, почему последствия укусов стали объективно более тяжелыми, пока никто не может. Татьяна Молокова, Екатерина Шеверова, Андрей Шоклев, Республика. Троллейбусом въезд запрещен. Улицу Гражданскую в Чебоксарах закроют для электротранспорта. Об этом написал на своей странице в Инстаграм глава администрации Чебоксар. На Гражданской идет капитальный ремонт в рамках федерального проекта безопасной и качественной дороги. Транспорт мешал проведению работ, и подрядчик просил сделать четырехполосную улицу вообще непроезжей. Городские власти согласились перекрывать гражданку только на выходные. Но это не помогло подрядчику нагнать отставание. Сегодня речи о полном прекращении движения не идет. Однако пришлось пойти навстречу ремонтникам и пустить троллейбусы в объезд по улице энтузиастов. Для ускорения работ, пока еще стоит хорошая погода, закрыть движение троллейбусов на реконструированном участке улицы Гражданской на один месяц. Движение других транспортных средств по улице Гражданской будет разрешено. Троллейбусы будут двигаться по улице энтузиастов. Через месяц движение троллейбусов будет восстановлено, но по одной стороне. Такой режим работы городского транспорта на участке продлится от полутора до пяти месяцев. В это время на Гражданской будут менять мачты освещения и монтировать новую контактную сеть. На избирательных участках в Чувашии не будут спрашивать ПЦР-тесты или QR-коды. По мнению главы Центра избиркома Республики Александра Цветкова, это может ограничить конституционные права граждан. При этом сентябрьские выборы пройдут с соблюдением всех санитарных норм. Напомню, голосование пройдет 17, 18 и 19 сентября. Это поможет максимально развести потоки избирателей и избежать их скопления на участках. Члены избирательных комиссий уже сейчас проходят добровольную вакцинацию от коронавируса. На сегодня Центральная избирательная комиссия заверила списки восьми партий, которые выдвинули кандидатов на выборах депутатов в Госсовет Чувашии. По данным на вечер 21 июля в парламент Республики изъявили желание баллотироваться 28 кандидатов-одномандатников. Двое уже отказались от борьбы, зарегистрированных кандидатов пока нет. Сегодня на выборы в Госдуму выдвинулись еще 4 человека. От партии «Гражданская платформа» документы подал директор Академии компьютерной графики Сергей Сорокин. От партии «Коммунисты России» документы предоставил временно неработающий Владимир Андреев. От партии «Новые люди» Олег Баранов. По Канажскому одномандатному избирательному округу выдвинулся бывший министр природы, представитель партии «Зеленый» Александр Воробьев. В итоге на выборы в Госдуму от Чувашии выдвинулись 20 кандидатов-одномандатников, 19 от партии и один самовыдвиженец. Завтра, 22 июля, в Чебоксарах простятся с Леонидом Шимином. В республике его многие знали и уважали. Он занимал руководящие должности на крупных предприятиях столицы республики, был партийным работником, исполнял обязанности главы города. На пенсию ушел с должности руководителя службы занятости населения Чувашия. После выхода на заслуженный отдых Леонид Шимин продолжал заниматься активной общественной деятельностью, был председателем общественной палаты Чувашии, возглавлял региональное отделение Союза пенсионеров. Леонид Шимин – кавалер множества государственных и ведомственных наград. Ему присвоено звание ветеран труда. Леонид Аркадьевича похоронят 23 июля на Карачуринском кладбище. Я с удовлетворением хожу по улицам города сейчас, общаюсь с людьми. И никто не даст соврать, что город развивается, город хорошеет, город поднимается на новую высоту. Мы продолжаем выпуск. В связи с теплой погодой, которая держится уже три месяца, в поля комбайны вышли на две недели раньше обычного. И к 21 июля уже намолочено 30,5 тысяч тонн пшеницы, ржи и ячменя. К уборке последнего приступили только в самом южном районе Чувашии – Батаревском. В Цивильском скошено больше трех тысяч гектаров посевов. По этому показателю он вышел в лидеры. Рифат Фаткулин в Янтиковском районе сегодня работает с пяти утра. Именно в это время на поля выходит тяжелая техника. Какой отдых тут? Пять часов поспал, утром в пятом часу просыпаешься уже, голова думает уже, как в поле, что сегодня делать. Снарядить железного коня с железной жнейкой. Подъем в пять утра, все по Некрасову. В полном разгаре страда деревенская. Сейчас убирают азимы. Все колости налились разом, поэтому каждый час на счету. Ну, у нас азимы где-то около двухсот гектаров. Азимая пшеница – двести гектаров. Еще пятьсот гектаров яровых. Сыном вместе работаем. В общей сложности семьсот гектаров надо убрать. Сын у меня молодец тоже, северный академию кончил. И со мной работает вместе. Короче, меня поддерживает, это меня радует. А вот что не радует фермера – это погода. Последний дождь 12 июня. За полтора месяца колосья пшеницы вытянулись и сохнут, как стойкие солдатики. Зерно может осыпаться. Современная техника – большое подспорье в битве за урожай. Погода жаркая. Комбайн, условия труда хорошие. Комбайн в салоне прохладно. И хотя механизатор считает, что в сельхозотрасли произошла техническая революция, неизменным остался здоровый рабочий азарт. В этом году фермер планирует собрать 2000 тонн зерна. Рифат Фадкулин, Алексей Зотиков, Игорь Зверев, Республика. Антирекорд обновлен. Положительный тест на коронавирус получили 68 жителей Чувашии. Это абсолютный суточный максимум за последние пять месяцев. При этом скончались от COVID-19 четыре человека. Это меньше, чем днем ранее. Но не сбавляет свои темпы и вакцинация. На предприятиях она идет полным ходом. В некоторых организациях показатели близки к мировым. Без преувеличения рекордом вакцинировано 86% сотрудников. Что общего у офиса в центре Чебоксар и княжества Монако. В главном офисе на мягких диванчиках сотрудники Сбербанка ждут своей очереди уже на вторую прививку. Зачем идти на вакцинацию в больницу, если ее могут сделать прямо на работе? Никакого страха и волнения. После первого укола все знают, что бояться нечего. Десять минут и ни о каком ковиде уже беспокоиться не придется. Сама я переболела коронавирусом в прошлом году, в мае 2020 года. Очень сильно с осложнениями лежала в больнице. Первая вакцина была 21 день назад, вторая вот вчера я привелась. Чувствую себя прекрасно. Сегодня привела своего отца, чтобы сделать ту же прививку от коронавируса. До того, как отправить пациента в импровизированный процедурный кабинет, измерят температуру и давление. Спросят о хронических заболеваниях и аллергии. Температура 36-20. Повышение давления бывает, да? Повышение давления бывает. И только если здоровье в норме, можно делать прививку. Больно? Нет. Все? Немного посидеть в коридоре, Даша. Теперь Наталья может вернуться на свое рабочее место и погрузиться в волшебный мир отчетов, цифр и смет. Это вообще совершенно было не больно. Ощущения, не знаю, никаких. В принципе, как зашла, так и вышла, ничего не поменялось. Вообще не вижу никаких преград, ничего страшного. Первую прививку перенесла тоже легко. То есть прививайтесь и заботитесь об близком окружении. На вопрос, как же удается привить так много сотрудников, отвечают просто. Здесь каждый беспокоится не только о своем здоровье, но и о здоровье клиентов. Наши сотрудники всегда работают на передовой, на первой линии с клиентами. И без вакцины очень большие риски заражения. И пока сотрудники банка работают на передовой, врачи продолжат свою нелегкую борьбу с коронавирусом на других фронтах. Анна Центовская, Георгий Кривошейн, Республика. В Чебоксарах стартовал песенный конкурс, посвященный строителям сурского и казанского оборонительных рубежей. Главную песню выберут из десятка на русском и чувашском языках. Среди участников конкурса и сотрудник национальной телерадиокомпании «Чуваши» и мой коллега, радиоведущий Максим Попов, который за песню о сурском рубеже получил гран-при фестиваля «Солдатский конверт-2021». Награду ему лично вручил Лев Леченко. Песни уже слышали члены профессионального жюри, но выбор все равно остается за жителями республики. Голосование стартовало на портале «Открытый город». Завершится оно 5 августа. Главный приз за главную песню – 30 тысяч рублей и возможность исполнить ее на большой сцене. На этом у меня все. Я, Ольга Алексеева, с вами прощаюсь. Берегите себя и своих близких. Увидимся завтра. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова